Девушки отдыхают Что? Рассказывать? Как это что? Рассказывать, как вы, отец двоих детей, заслуженный работник отрасли, оказались в публичном доме. Я оказался в публичном доме? Подождите, а вы что же думали? Что это был шахматный клуб? Я же думал, что это шахматный клуб. Это не розыгрыш. Послушайте, вас застали в номере в одних трусах с полуголой девицей на руках с бокалом вина в руке. Это розыгрыш. Я в одних трусах? Мистика. Мистика, значит. Ну, хорошо. Хорошо, давайте попытаемся как-то поподробнее восстановить события. Я? Нет, ну, подождите. Вот вы с виду нормальный человек? Да, с виду мы все нормальные. Хорошо, хорошо. Поехали. Значит, вышли вы на улицу, идете, как вы говорите, в шахматный клуб. Да, иду. Вдруг... Помогите, помогите! Кто-то зовет на помощь? Так в том-то и дело. Женщина... Кто-то вызывает на помощь. Ну, женщина в окне делает пальчиком вот так. Манит в себе. Да в том-то же дело. Я же говорю, взывай это помощь. Я думаю, ну, как это я? Отец двоих детей. Заслуженный работник отрасли пройду мимо женщины. Да кто я после этого? Да как я буду смотреть в глаза своим детям и коллегам по отрасли? Так. Давайте мы патетику оставим на потом. Да, конечно. Давайте продолжаем. Я так понимаю, что вы подошли, спросили, что случилось. Да, да, да. Подхожу, спрашиваю. Девушка, что случилось? Как вам пройти? Так. Она что? Она ничего. Совсем ничего? Совсем. Только улыбается. И что еще? И пальчиком вот так. Ну, тут-то вы поняли? Да, ну, тут уж, конечно. И что же вы поняли? Что она глухонемая. Показываю пальцами, мол, что опаздываю в шахматный клуб. А она мне показывает, что шахматный клуб, который вы ищете, находится здесь. Поднимайтесь, сыграю партию с другой, не пожалеете. Пожалеете. Так, хорошо, дальше. Дальше. Поднимаюсь, значит, захожу. Так, что там? Ничего. Совсем ничего? Совсем ничего. Одна кровать стоит. Я еще думаю, где же это мы с ней? Будем играть в шахматы. Так, дальше. Дальше. Дальше вдруг она говорит, ой-тью-тью-тью-тью-тью-тью, это кто-то пришел такой пузатенький? Я говорю, к вам, гражданочка, между прочим, пришел не просто нам пузатенький, а отец двоих детей, заслуженный работник отрасли. Скажите мне, пожалуйста, а вас не насторожило, что глухонемая заговорила? Глухонемая? Насторожила? Еще как насторожила. Думаю, ничего себе, глухая, глухая, а так и сего, довольно всего. Говорит, ой-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью, это кто-то пришел такой публик? Странно. Багадача, еще страннее. Она вдруг говорит, деньги вперед. Ну вот, что вот. Ну деньги вперед? Да. Ну за что деньги? Так вот и я удивился, за что деньги? Вот точно как вы спрашиваете, за что деньги? Точно как... А вы что, уже там бывали? Я не бывал. Напрасно. Так, спросили, за что деньги? Она что? А она говорит, ах ты старый козел. Ни с того ни с себя. Ни с того ни с сего. Вот так сказала. Вот так вот сказала. Человеческим голосом. Вот так фамильярно. Вот так фамильярно. Старый козел. Старый козел. Подождите, она что же, знает вас что ли? Да откуда? Я ее первый раз там вижу. Стоп. Да-да. Что значит первый раз там? Что значит первый раз там? Я говорю, я там первый раз. Никогда ее там раньше не видел. И сразу такая фамильярно. Это же я не знаю, что это. Так, стоп, 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 стоп. Не знаю. Так, сказала старый козел и все. Да, сказала старый козел и все. И начала раздеваться. Ну вот. Что вы? Ну, тут-то вы поняли? Ну, тут-то, 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 конечно, понял. Ну, поняли наконец-то. Ну, конечно, тупой не поймет. И тупой поймет, да? И что же вы поняли? Что Грассмейстер один когда-то тоже так делал, чтобы соперник проиграл. Значит, снимет пиджак, оденет, снимет, наденет. Соперник смотрел, смотрел, и той пешкой пошел, и проиграл матч. Думаю, эй, я просто так не дамся. И сделал ответный ход. Какой? Снял Брук... Снял Брукки. И у вас, да, сразу, мгновенно, никаких подозрений не возникло. Хорошо, дальше. Дальше, дальше, ага, дальше. Она что-то стебетя, что-то стебу, она стебетя, что-то стебу. Но тут я ее перехитрил. У меня еще трусы, а ей уже нечем играть. Ну тут-то уж. Мгновенно. Дошло до вас? Дошло. Слава богу. Дошла до меня и села на колени. Смотрю, а в руке у нее, значит, бутылка вина и два бокала в другой руке. Ну вот. Что вы? Ну, бутылка вина. Да. Ну, и два бокала. Значит, сразу мысль, я в публичном доме. Вы! Да не вы, а вы! Да с чего вы взяли? Подождите, подождите, у вас на коленях раздетая девица с бутылкой вина. Вас ничего не насторожило? Насторожило. А что? Я думаю, у меня на руках голая девица с бутылкой вина. Сейчас будем играть в шахматы. А вино это же допинг. Мало нам неприятностей в легкой атлетике и в биатлоне. Хотел выплеснуть это вино. Но тут случилось страшное. Что же случилось? Жуть редко. Дверь распахнулась, влетели полицейские в масках, понятые какие-то вот люди с телевизионными камерами. Ну тут-то вы поняли, наконец, где вы? Тут уж, конечно, понял. И хочу сделать заявление. Ну, давайте, давайте. Только в камеру, пожалуйста. Я, отец двоих детей, заслуженный работник отрасли, большой любитель поиграть в шахматы. Вы кого там подмигиваете? Таким же большим любителем поиграть в шахматы. Ну-ну. В шахматы играют все. В шахматы это древняя игра. В нее играть на суше и на море, на земле, в машинах, в тракторах, а также в вертолетах. Спрашивается, почему нельзя играть в шахматы в публичном доме? Вы шумеете вообще? Это ведь дискриминация. Ну-ка прекратите немедленность. Даешь любимую игру миллионов. Выключай камеру. Требую адвоката. Я тебе сейчас организую адвоката. Я люблю всех. Ну заходите, ну заходите, заходите, смелее, смелее. Заходите, заходите, заходите. Смелее, давайте, заходите. Стесняется он. Раньше надо было стесняться. Присаживайтесь. Ребят, что там, камеры работают? Да? Ну давайте. Ну? Рассказывайте. Я? Что? Рассказывайте. Как это что? Рассказывайте. Как вы, отец двоих детей, заслуженный работник отрасли, оказались в публичном доме. Я оказался в публичном доме? Подождите, а вы что же думали? Что это был шахматный клуб? Я же думал, что это шахматный клуб. Это не розыгрыш. Послушайте. Вас застали в номере. В одних трусах. Я в одних трусах. С полуголой девицей на руках, с бокалом вина в руке. Это розыгрыш. Нет, ну вот подождите. Вот вы с виду нормальный человек? Да, с виду мы все нормальные. Хорошо, хорошо. Поехали. Значит, вышли вы на улицу, идете, как вы говорите, в шахматный клуб. Да, иду. Вдруг, помогите, помогите. Кто-то зовет на помощь. Так в том-то и дело. Женщина, кто-то взывает на помощь. Ну, женщина в окне делает пальчиком вот так. Манит к себе. Так в том-то и дело, мать. Я же говорю, взывай это помощь. Я думаю, ну как это я? Отец двоих детей. Заслуженный работник отрасли. Пройду мимошенщины. Да кто я после этого? Да как я буду смотреть в глаза своим детям и коллегам по отрасли? Так. Давайте мы патетику оставим на потом. Да, конечно. Давайте продолжаем. Я так понимаю, что вы подошли, спросили, что случилось, да? Да, да, да. Подхожу, спрашиваю. Девушка, что случилось? Как вам пройти? Так. Она что? Она ничего. Совсем ничего? Совсем. Только улыбается. И что еще? И пальчиком вот так. Ну тут-то вы поняли? Да ну тут уж конечно. И что же вы поняли? Что она глухонет. Продолжение следует... Продолжение следует...